Здравствуйте! Наступила осень и время пришло убирать огород. В данном случае это мы будем убирать от плодоносившуюся малину. Это молодые побеги малины, которые еще плодоносят и до сего времени, хоть и глубокой осень, а сушняк мы будем убирать. Уже несколько лет подряд я этот сушняк не сжигаю, а режу его на мульчу. Вот так беру, срезаю ее сухой и вот так режу их на мелкие части. Потом это будет хорошая мульча в летний период времени и после дождя не будет грязи, а в сухую погоду будет препятствовать испарению влаги из земли. После осенних заморозков верхушки этих молодых побегов я срезаю. А сейчас еще рано срезать, как мы видим, что эта малина еще плодоносит. Вот мы видим красные ягодки на этой малине висят, они еще плодоносят, не знаю успеют ли они созреть или нет, но вот эта краса, сейчас мы ее испробуем. Вкус конечно не такой, как раньше в летний период в жаркую погоду, но кушать можно. Участок у меня небольшой и поэтому всего хочется помаленьку насаживать, в том часе и малину. Посадил маленько и малины, только не знаю, что это за сорт, но ягода сладкая и плодоносит до глубокой осени. За весь период плодоношения эта малина поливалась один раз. Вот эта мульча, которая здесь удерживала влагу, не давала так быстро испаряться ей. Для меня лично так удобно делать мульчу, потому что реже я и поливаю в летний период времени и малина вот эта хорошо себе дает плодоношение. Вот и не так часто я ее поливаю. Вот она какая выросла большая, благодаря этой мульчи, которая сохранила влажность данной почвы. Сушняк весь убираю, срезая его от земли, тем самым даю возможность молодым побегам, чтобы они росли в более благоприятных условиях. Эти условия создаем мы сами. Из сухостоя малины мы делаем мульчу. Вот так мульчу нарезаем мелко, по 5-10 сантиметров достаточно будет. И заодно вырезаем молодые побеги, препятствующим нам проходу. После заморозков и как листва опадет, готовим малину к зимовке. Чтобы зимой не поломало лозы малины, их необходимо укоротить. Я оставляю где-то сантиметров 80-90. Больше нежелательно, потому что если все оставить, то снег будет падать и будет ломаться эти лозы малины. Вот так я обрезаю эту ветку и на таком расстоянии где-то оставляю. Весной из оставшихся нижних пазух почек пойдут новые молодые побеги, которые будут плодоносить. Срезавшуюся ветку я ее тоже режу на мульчу. При резке веток малины на мульчу будем внимательны, чтобы случайно не попало в мульчу утолщение на стебле малины, в который отложил вредитель своей личинки, это малиновая стеблевая галица. Для более удобства по уходу за малиной, в дальнейшем думаю сделать и шпалеру под нее. Контролером влаги почвы служит у меня этот цветок хоста. Ну вот и все. Если у вас есть какие-то вопросы или желаете дать свой совет, смело пишите их в комментариях. На вопрос отвечу, а совет приму для пользы растения. Кто желает получать известие о добавленных мною новых видео, то подписываемся на мой канал. До новых встреч на моем канале. До свидания.